В старых книгах и журналах остаётся всё меньше живородящих рыб, которые со временем стали очень редкими, хотя они и так не были настолько популярны как гуппи или меченосцы. И настало время поговорить об ещё одном таком виде. Всем привет, сегодня я расскажу о таком интересном представителе живородящих рыб как Альфара. Эта рыбка относится к хотя большинство популярных живородок к пиццилиевым, вот только форма тела очень сильно выделяет её среди всех остальных представителей этого семейства. За своеобразное строение хвоста Альфара иногда называют ножом. Ареал, так же как и у большинства пиццилиевых, Центральная Америка. Всего в роду два вида Альфара культриатис, известный у нас как бирюзовый, и Альфара хубере. Это некрупные рыбы, растущие около 8-8 см. Условия содержания так же не сильно отличаются от условий для других пиццилиевых, но зато размножение у рыб весьма необычное. Они так же как и все пиццилиевые оплодотворяют икру в теле самки, и она там развивается до выклевого в течении полутора-двух месяцев. Главное различие в самом процессе оплодотворения. Не знаю как у Альфара хубера, но у бирюзового есть самцы, которые могут изгибать гоноподии лишь в одном направлении вправо или влево. И точно так же самки могут принять гоноподию только справа или слева. Это не является признаком какого-то подвида или еще чего-нибудь подобного, в потомствах будут как те, так и другие. Но из-за этого сложно будет взять двух разноповых особей и надеяться на потомство, так что лучше приобретать большее количество, хотя бы десяток для полной уверенности. Вот такой необычный момент в казалось бы обычном процессе размножения живородок. Кто смотрел одно из моих старых видео может помнить, что название Альфара рыбы получили в честь директора Национального музея естественной истории Коста-Рики Анастасия Альфару. Своё народное название – бирюзовый, этот вид получил за то, что под отраженным светом тело этой рыбы отливает этим благородным цветом. Вообще в последнее время люди очень сильно недооценивают подобное освещение, ограничиваясь только лампами сверху аквариума. Второй же вид Альфара назван в честь некого доктора Хубера. В СССР эти рыбы попали впервые в 1982 году. Две пары бирюзовых Альфара были подарены московскому зоопарку главному редактору журнала Аквариен Терриариям Хельмутам Шталькнехтом. О том были ли в СССР Альфары Хубера мне неизвестно. В России иногда всплывают объявления о продаже бирюзового Альфара. Альфара Хубера же мне никогда не попадалось ни на форумах, ни в прайсах. Но я надеюсь, что когда-нибудь смогу поделиться и собственным опытом содержания этих рыб. Ну а на сегодня все, я как всегда надеюсь, что вам было интересно. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok